Всем привет любители украинского футбола. Последние два сезона бронзу чемпионата выигрывали подопечные Виктора Скрипника. Причем в прошлом сезоне, несмотря на плохой старт, Заря финишировала так, будто и нет никаких проблем. А все потому, что конкуренции почти не было. Но в этом сезоне борьба за третье место выглядит намного интереснее. Поэтому в этом видео я расскажу про главных конкурентов за бронзу чемпионата и кто же выиграет эту борьбу. Друзья, перед началом видео я хочу напомнить, чтобы вы не забывали ставить лайки, оставлять свои комментарии и подписываться на канал. Для меня это очень важно. Начну я с пятой команды чемпионата – Полтавской Ворсклы, которая отстает от Днепр-1 на 7 очков. Причем еще три тура назад у Днепрян с полтавчанами было по 31 баллу, а у Зари 29. Проблема в том, что подопечные Юрия Максимова в последних турах набрали всего два очка. Они разгромно проиграли ключевой матч Днепру-1 со счетом 5-1, а также сыграли в ничью со львовскими командами – Эвко Львов и Рух. И главной причиной потери этих очков стали травмы основных игроков, а заменить их оказалось неким. И казалось бы, если возникла такая проблема, то ее нужно решать с помощью покупки новых игроков и увеличения лавки запасных. Но на данный момент пока не густо. Первым усилением стали игроки, которые подписали контракты с клубом еще летом, но ввиду некоторых обстоятельств их контракты начали действовать только с 2022 года. Речь идет о Андрея Бацули и Винсане Тиле. Первый хорошо известен по игре за Александрию, после которой отправился играть в Блигийский кортрейк. Однако левому защитнику Лига Жупилер оказалась не по силам и через полгода он отправился в Динамо Минск. Что касается второго Винсане Тиле, который, к слову, является братом лидера Ворсклы Оливье, то он перешел из португальского националя, который по итогам прошлого сезона вылетел во второй дивизион. Также он играл за французские клубы Мэц и Пау, а одно время Трансфермаркт оценивал полузащитника в 3 миллиона евро. Ну и третьим новичком стал македонский центральный защитник Жо Казайков, который перешел из болгарского Левски. Ну а пока я готовился к этому видео, стало известно, что Ворскла подписала эстонского полузащитника из Левадии Богдана Ващука. Казалось бы, неплохое и точечное усиление, но есть много «но». По словам Максимова, Бацулла пока травмирован и еще три недели будет восстанавливаться. А Винсантиль только недавно начал выполнять пробежки, ведь последние полгода он восстанавливался после травмы. Также не поможет команде как минимум до апреля, Руслан Степанюк-Аскляр вернется к полноценным тренировкам только к старту чемпионата. Поэтому на данный момент, учитывая турнирное положение и кадровые проблемы, то подопечные Юрия Вилевича имеют меньшие шансы на бронзу в этом сезоне. На четвертом месте с отрывом 4 очка от третьего расположилась «Луганская Заря». В нынешней ситуации они даже немного напоминают Ворсклу тем, что есть кадровые проблемы. Команду каждый год покидают несколько основных игроков, из-за чего приходится наигрывать других исполнителей, а это приводит к потере очков. К тому же команду покинул один из самых ярких игроков за последнее время – Аллахьяр Сайдманеш, у которого закончилась аренда. Но Заря – это та команда, которая постоянно к концу сезона находила выходы из своих проблем и занимала третье место. Что касается усиления, то этой зимой луганчане подписали контракты уже с пятью футболистами. Правда, большинство из них – это молодые футболисты, которые навряд ли сходу будут давать результат для команды. Были подписаны контракты с игроками Ю-21 «Динамо», которую прошлую осень провели в Черноморце. Правый защитник Даниил Скорко и полузащитник Евгений Смирный и Юрий Тлумак. Также был подписан контракт с игроком полтавской «Ворсклы» Валерием Дубко, который играет в центре защиты. И единственный игрок, за плечами которого есть опыт – это Олег Данченко, перешедший на правах аренды из греческого АЭКа. Но самым главным трансфером этой зимы для луганчан я бы назвал возвращение Владислава Гочергина, который отправился с командой на сборы в Турцию. Вообще, для того, чтобы добиваться хороших результатов, команде нужны игроки, которые делают разницу. У Зари такой игрок был Алахьяр Сайдманеш. И, скорее всего, руководство клуба, после того, как растало Сайдманешем, сначала пыталось его снова взять в аренду, потом пытались найти какого-то другого игрока, ну и, наконец-то, в конце концов, пришли к варианту с Кочергиным. Ведь они прекрасно понимают, что без игрока, который делает разницу, будет трудно занять третье место. Но если подытожить и сравнить Зарю с Днепром и Ворсклой, то у них есть опыт, которого нет у их конкурентов. Это европейский опыт. Все-таки, играя с такими командами, как Рома, Рапид, Будеглимт, они получили бесценный опыт, который им, как мне кажется, поможет для того, чтобы бороться за бронзу чемпионата. Ну и лидером этой гонки является Днепр-1, который за последние 9 матчей одержал 8 побед и лишь один раз проиграл Динамо. Так же, как и Ворскл с Зарей Днепряне, лишились основных игроков. Даниил Игнатенко был отправлен в аренду Бордо, а Владислава Дубичака вернули в Динамо на замену Миколенко. Так же команду покинули Назарий Русин и Марио Чужи, но это было по инициативе клуба, так как они уже не нужны команде. Но в отличие от своих конкурентов, Днепр-1 имеет больше бюджет, а поэтому может пригласить достойную замену. По информации бразильских источников, клуб близок к подписанию левого защитника шапокаэнце Мусанелла и левого вингера португальского мэра Рейнце Филиппо Переса, который заменит Дубичака и Чужи соответственно. Отмечу, что за Переса даже заплатят полтора миллиона евро, об этом сообщает источник Гиморайз Диджитал. Кроме того, был взят в аренду игрок Динамо Роман Вантух, который играет на левом фланге обороны. Так же днепряне заблаговременно ищут замену Артему Довбыку, который с большой долей вероятности покинет клуб. Поэтому Днепр-1 подписал контракт с воспитанником Бадалоны и Барселоны, нападающим Марком Гуалем, последним клубом которого был Аль Каркон из Испанской Сегунды. Еще я бы отметил, что был выкуплен контракт у бразильского вингера Билла, за которого Флеменго заплатили 300 тысяч евро. Но если подытожить по Днепр-1, то главным его минусом и плюсом, как по мне, является Артем Довбык. Дело в том, что я считаю, что Днепр-1 сейчас Довбыка зависимый, и если Артем будет пропускать игру, то это будет сразу потеря очков. Поэтому наличие Довбыка в Днепре это плюс, потому что он может принести команде заветную бронзу, а минус, потому что без него это совершенно другая команда. Также я бы хотел отметить, что все три команды до сих пор играют в Кубке Украины, но конечно же они не обладают такой длинной лавкой запасных, как Динамо и Шахтер. Поэтому если команды выберут и то, и то, то это может плохо отразиться на чемпионате в виде потери очков. Ну и в завершении, из того, что я наговорил, я думаю, что бронза чемпионата определится в очном противостоянии за Ри и Днепр-1. Несмотря на отрыв в четыре очка, луганчане уже имеют во втором круге игру с Динамо, а также с Александрией. А вот Днепр-1 сыграл только с Ворсклой, и поэтому если не будет сенсаций, то отрыв может сократиться до одного балла. А как думаете вы, кто займет третье место в этом сезоне и есть ли шансы у Ворсклы, чтобы выиграть эту битву? На этом пока все. Не забывайте оставлять свои комментарии, ставить лайки и подписываться на мой канал. До встречи в новом видео.